Вот я вроде как матушка, но я как бы, ну, что-то неправильная какая-то матушка. Ну, так принято, что матушка, она всегда как бы в храме рядом с батюшкой, на клиресе поет, там, все, что-то в храме, помогает. Ну, у нас другая ситуация, ну, что же теперь делать? Мы не знаем, сколько в нас на самом деле заложено. Я надеюсь, что у нее хватит сил на многие-многие годы и на многие-многие цели. Ну, если бы он был здоровым, я бы была в сто раз счастливее. Любое дело начинается с того, что я хочу. Я хочу для себя. Я, например, церковь для себя предпостроен. Не больше, не меньше. Потому что я захотел, чтобы здесь была церковь. Я захотел, чтобы я здесь был священником. Так и она, да, она открыла центр для своего ребенка. Сейчас туда ходят 40 детей. И мы хотим, чтобы туда все больше хотели. Чтобы туда не примерно 40 детей ходило, а 140 детей ходило. Для себя, да, для себя. Ну, и для еще, да, для 140 детей. Это было какое-то утро, когда я встала и решила, что ну так дальше жить нельзя. Я просто чувствовала себя совершенно сумасшедшей мамой, которая там ищет эту волшебную таблетку, которая не существует. Это была уже какая-то точка невозврата. Просто к тому времени я уже понимала, что, ну, то есть, если ничего не делать, то как бы впереди все, мрак какой-то нет. Дальше жизни нет. Эти проблемы не решить внутри семьи. Это все достаточно глобальнее надо делать. И просто пошла к мужу, поделилась с идеей и сказала, что да, я согласен, надо делать. Рождение третьего ребенка в семье Теряевых изменило мир. Ну уж точно какую-то его часть. Отметить это событие красным в календаре могли бы десятки семей с тяжело больными детьми. Для них Марина открыла в Тольятти уникальный центр «Солнечный круг». Фактически спасательный круг. Благодаря ему родители смогли вернуться в жизнь, а дети получили детство. Беременность была двойной. У меня двое детей, сын и дочь. Проблемы были сразу, с самого начала. Беременность притекала очень сложно. Нам неоднократно предлагали прервать ее. Когда дети родились, у дочки было все в порядке, а у сына произошло кровоизлияние в мозг. И поражение достаточно тяжелое. К сожалению, таких детей очень мало, куда есть возможность где-то оставить. То есть, соответственно, родитель такого особенного ребенка, он обречен на то, чтобы находиться. Но обречен это образно. А он будет находиться с ребенком постоянно. То есть, если я знаю, что мой второй ребенок, моя дочка пойдет в обычный садик, то, куда отдать сына, я, к сожалению, не представляла до момента появления Солнечного круга. Давай, старший мяч. Давай, занимайся. Да. Иди, присадка. В мыслях сразу было про то, что это должно быть от рождения и до ухода особого ребенка уже из жизни в каком-то взрослом возрасте. И вот начинали с детского сада. Теперь уже и служба раннего вмешательства, и детский сад, и школы, и мастерские работают. Красиво? Очень. И вот сюда, вот прям снег у нас падает, да? На землю. И на елочку тоже. Я думаю, еще долго у нас будет до какой-то там инклюзии. Мне не нравится, когда начинают больные детки, ой, он такой особенный, там, вот это вот все муси-пуси. Вот меня прям выворачивает. Когда вот собирают средства и вот таким голосом, он заболел и попал в реанимацию. Благотворительность, это называется вообще токсичная благотворительность. Я не хочу, чтобы не меня так воспринимали, потому что, ну, соответственно же, это и восприятие родителей, знаешь, как какие-то маргиналы. Недавно День инвалидов был, нас пришли поздравить. И принесли нам продуктовый набор, подарили. У нас стали абсолютно счастливые дети. У нас появилось больше времени. Мы больше времени проводим с детьми. Это очень много дает. Здесь проводятся занятия с детьми в плане и реабилитации, поддерживающие занятия. И мы не тратим больше на это времени вне центра. То есть все, что необходимо ему ребенку, оно есть здесь. Поэтому все остальное время я могу посвящать всей семье в целом, а не только одному ребенку, большинству, чтобы, к сожалению, страдал другой ребенок. Она не жалуется, Марина Борисовна. Она никогда не жалуется. Она всем хочет помочь. Она никому не отказывает. Она всегда ищет выхода из положения. Это очень сильный человек, очень сильная личность. Ей очень хочется тоже тянуться за этим. Сильным личностям завидовали во все времена. Но ведь внутренняя сила – это же крест, а не броня. Вот у скольких таких сильных сердце не выдержало непомерной боли. Люди поплачут им легче, а эти нет. Все в себе, все внутри. Они и в соцсетях не рассказывают, какие они молодцы. Аудиторию не наращивают. Лайки не копят. У меня это очень много сил заберет. А мне силы нужны. Я не могу их просто так. Вот как, знаешь, мне девочки говорят. Ой, Марина Борисовна, сходите себе реснички сделаете. Да капец. Простите. Взять так два часа времени, потратить и ходить глазами хлопать потом. Это у меня просто заберет время и силы, которые я могу потратить на то, что надо. То же самое. Ну, на свою жизнь. Потому что помимо центра у меня есть своя жизнь. У меня есть то, что я хочу делать. То, что про то, что я вообще запрещала себе думать. Был момент, когда я вообще вспоминала о том, а что вообще мне может удовольствие доставлять. Вот что бы я сделала, чтобы мне было хорошо. Первые дни я сидела, не могла ничего придумать. У меня бывали такие моменты, когда я думаю, ну вот вроде я же матушка, я должна при батюшке, в церкви что-то делать. И мне вообще очень сложно на самом деле. Я там не молитвенец, потому что у меня просто нет на это ни силы, ни времени. И вот у меня там лежит на столе Евангелие. Не потому что я там сижу, каждый день главу прочитываю. Хотелось бы, но это не так. Это потому что мне наш Владыка Нестор сказал. Ты положи, как взгляд упадет, скажешь, Господи помилуй. Вот я так и делаю. Я так думаю, раз меня так Господь направил, значит я делаю то, что надо. Значит, такие откровенные вещи, честно говоря, не очень хочу про это говорить. Потому что, может быть, это где-то будет пафосно, где-то слишком типа я такая вся правильная. Отец Андрей только с виду, такой строгий. А так он меня всем поддерживает. А у меня совершенно же сумасшедший день. Очень активный. Я немножко такой, помедленнее. Ну, так, а я люблю я такой, какой она. Как еще? Я не слушаю. Я не мастер слова, хотя и священник, но есть такие понятия, которые делаются на уровне сердца. Иди, выйдь, поздоруйся. Невозможность быть вместе. Вот это вот прям нас очень напрягало. Мы сейчас восполняем это. Да, потому что когда мы все время в разных комнатах, и это проблема у очень многих родителей. Чтобы друг к другу так относиться, надо как-то это все время поддерживать все равно. А тогда не было возможности. Мы не могли там... Но вы и сейчас порознь, насколько я понимаю. Коля же все равно не... У нас сейчас светанки. Теперь мы... И сейчас еще и центр. То есть мы можем даже просто пойти в обед, сходить с ним где-нибудь по обеду. А как вы договорились, что вы по очереди не спите? А как ты привыкнешь к тому, что ты не спишь? И сразу иногда, если плохо спит, то это Коля Андреевна... Спишь, она нет. Ночью прибежать, даже не в мою очередь, он может прибежать ночью, сказать, и девять часов. Я не могу просто, когда слышу за стеной плач, я заметил, что я лучше с ним засну. Когда вот он не спал, не спал, а потом, наоборот, начинает спать, меня даже больше пугает, потому что, ну, все время смотришь, а вдруг не проснется. То есть вот это вот... С одной стороны, ты понимаешь, что ты должен быть готов, что в любую минуту это с твоим ребенком произойдет. Вот понимаешь, что ты просто осознаешь, что это может случиться в любой момент. Но как к этому привыкнуть, к этой мысли? Это разве возможно? Разве ты можешь привыкнуть к мысли о том, что ты можешь проснуться рядом с холодным ребенком со своим? Это невозможно. Мы все равно всегда будем оставаться родителями особого ребенка. То есть от этого ты никуда не уйдешь. Какое-то наказание, а нет, это... Наоборот, Коля меня к священству привел. Я же после рождения его стал священником. Все, всю жизнь мечтала, всю жизнь хотела, только никак не мог силы себя найти. Как Коля родился, так и на вас стал священником. Всегда находились какие-то причины. То бизнес, то работа, то еще что-то. А когда родился Коля, ну все, тут уже без Божия, без Бога уже здесь ничего не сделаешь. Не было бы Коля, не было бы центра. И еще 40 детей, и не обрели бы их дома. Поэтому тут все, промысл Божий, знаете, совершенно не знаешь, где потеряешь и где найдешь. В чем счастье-то? Часть любви. Мы любим, правда, в этом есть счастье. Не знаю, как бы Андрей не такой, что, знаешь, слова каких-то там много говорить. Вот у меня стоит каждое утро машина, выведенная из гаража и прогретая. Вот, понимаете, для меня в этом любовь. Потому что, я знаю, что обо мне каждую минуту заботятся. У меня муж думает о том, что вот мы вышли, и дети, и я сели в теплой машине. С работы приезжает, я стою уже за полчаса там. Он караулит у вас. На самом деле, у меня чувство сейчас сильнее, чем в начале пути. И теплее, что ли. Ну, ничего не надо никому доказывать. Нам и так хорошо. Как вот в обычных священнических семьях. Там священник, там, матушка. Как с правой рукой, она все время где-то где-нибудь там рядом. Ну, у меня, если честно, наоборот. То есть, она какие только затеи, там, затевает, не затевает. Открывает. У нее же много там было и школу, там, и центры. Ну, я всегда рядом. У меня всегда камень. Сделаю, открою, помогу, отремонтирую. Да какой же должна быть современная матушка? Существует эталон жены священника. Я тут в интернете нашла целый свод правил из 10 пунктов, которым нужно соответствовать. Там все есть. И как одеваться, и как себя вести. Нет только одного, что соответствовать-то нужно прежде всего сердцем. А оно у матушки за весь мир болит. Вот сейчас смотришь, и мир настолько с ума сошел с этой пандемией. Вот я все говорю. Мне только начинают, я говорю, нет, я ни в этом ни в чем не участвую. Когда начинают выяснять отношения, кто за прививки, кто против. У меня на все есть абсолютно четкое свое мнение. Я не буду его обсуждать не потому, что я не хочу, потому что я закрытая, как ты говоришь, или там еще что-то. Я потому что знаю, что это вносит распри между людьми. И я не хочу вот этого, потому что надо объединяться. А мы все просто настолько сейчас какие-то переруганные. Просто за каждое слово тебя шелемить, готовые хейтить, и там все что угодно. И просто походя написать там тебе какую-то гадость или еще что-то. И вот в этом, кажется, мне ужас. Знаешь, как интересно сложилась-то судьба. По моей же линии все мои, начиная с прадеда и глубже, были священниками. И, кстати, я буквально недавно получила письма моего прадеда, написанные его жене, матушке Юлии. Это по моей линии, по линии папы. А по линии Андрея такого нет такого. И тут, когда мы еще только собирались пожениться, Андрей говорит, а если я стану священником, ты как вообще на это посмотришь? Ну, я так серьезно не восприняла вообще эту идею. Говорю, ну, куда деваться-то, раз мы решили пожениться. И вот, значит, проходят годы, и у нас в семье появляется священник. Как будто бы вот восстановилось что-то потерянное, да. Так что, вот, может быть, мне матушкой-то велено быть. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия.